Йогурт, кефир, сливки, сметана, свежее сливочное масло и собственно само молоко. Димитровградский молкозавод Биатон производил сутки 250 тысяч тонн молока. Продукцию Димитровградского молкозавода знали не только в городе, но и в ближнем зарубежье, и даже в Польше. Завод работал с 1963 года. Сейчас завод рушит. Круглосуточно большегрузовый возит отсюда все, что осталось от производственных цехов. Как выяснилось, бывший молкозавод принадлежит самарской фирме. Где у нас территория Биатона, это вообще земля в собственности, в собственности участного лица. Этот земельный участок он поделил на три участка и, соответственно, сейчас реализует строительство на части участка. Застройщиком является также одна из самарских фирм. Руководство не скрывает планов. Здесь будут стоять жилые дома. Жилье предназначено за сирот по областной программе Министерства строительства. А сколько всего домов планируется построить? Всего предполагается три дома. На территории бывшего молкозавода будут построены три трехэтажки. То, что часть квартир будет принадлежать детям-сиротам, подтверждает и министр строительства ЖКХ и транспорта области Александр Букин. Мы провели конкурс и сегодня заключили контракт на 75 квартир именно в этом микрорайоне. На следующий год должна быть сдача, и мы 75 квартир должны получить детям-сиротам. Жилье для детей-сирот – дело благое. Но почему город остался без собственной молочной продукции, на этот вопрос никто не может дать ответ. От горожан мы услышали только сожаление по поводу сноса молкозавода. Какое молоко было? Вся своя продукция. Теперь почему-то везем с Ульяновской и с Молоклы. Я не знаю почему. Надо свое делать. И вообще ломать ничего нельзя. Надо все строить. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.